О-о-о, тут уже не пырики-пупырики пошли, тут уже прям пары настоящие. Чё ты там пучешь на меня? Веник в руки взял и спинку мне давай бей. Слушай, я вроде как знаю то, что долго же нельзя в баньке-парилке находиться, а то мозг как бы вскипит и ты потом нормально думать не сможешь, давай. О-о-о, хорошо, хорошо, пошла, давай. Если очень сильно говори, я слабее начну бить. Не-не-не, хорошо, я очень люблю баньку, с детства люблю баньку, я всегда терпела. Кстати, купальник новый нужен, а? Возьмёшь мне новый купальник? Ну, потом когда-нибудь возьму. Слушай, ты мне-то спинку тоже побей вот этим веником, чё я тебе только бью, а? Я ж тебе говорил, если будет слишком сильно, скажи. Обратно вернись, сейчас моя очередь давай. Давай. Ты в следующий раз меня поменьше так хлистай, а? А то это, вон, кокнулась, предупреждай в следующий раз. Давай веник, теперь моя очередь тебя бить. Ты силёнок как бы там не жалей, можешь прям со всей силы давай. Так, всё, давай если больно говори, то тоже не надо, чтобы больно было. А ты, кстати, знаешь, вот говорят, в банке, в банке голова лучше начинает работать, потому что как бы пар через уши проникает в мозг, и мозг начинает лучше думать. Ты это знала? Ну давай мне формулу дискриминанта назови. Ой. Вот тебе и формула дискриминанта, да я же ещё даже не успел сказать, чтобы ты меня послабее била. Так, ну всё, давай иди обратно, я посижу тут, подожду, тебя устало уже. Опа, опа, и вот сюда. Ну слушай, мне кажется, на сегодня достаточно вот этих веников хватит, а то мы уже друг друга перекокали несколько раз. А ты чё с киркой-то бегаешь, а? Да я тут просто чё подумал, пока мы с тобой в банке находились, то что как бы давным-давно пора и давным-давно пришло. А что пора и кто пришёл? Время пришло, пришло время, Катя, сделать то самое, что мы давно планировали, кстати. А что мы планировали, можно как-то поконкретнее? А вот что мы планировали, неважно, потому что время пришло. Жопу в руки и давай со мной побежала, быстро, давай. Чё-то банька на тебя плохо влияет, какое время пришло? Хорошо, банька хорошо повлияла. Пошли, я тебе расскажу всё, что мы с тобой сегодня будем делать. Давай, на склад. Берём пару кусочков нужного нам вот этого вещества. Один поджигающий материал. Немножко еды, потому что у меня кроме мёда в инвентаре больше ничего нет. А сейчас нужно сказать всем то, что время пришло, чтобы они не напугались. Пошли давай. А мне, может, сначала скажешь, а? Чебурак, время пришло. Баба Чебурака, время пришло. Если у тебя есть мясо, покорми их, а то я последний раз их месяц назад кормил. Ага, и бабу Чебурака. Мастери Маргарита, время пришло. Ты смотри, прыгают. Они уже, смотри, все начали прыгать, обрадовались. Обрадовались то, что время пришло, Катя. Не, ну ты точно кокнулся где-то там. А больше я никому ничего не буду говорить то, что время пришло. Они это уже потом все узнают. Так, заберём голову дракона. Помоги мне, пожалуйста, зайди сюда на корабль. Забери вот этот стол зачарования и забери все книги вот эти. Давай, забирай. А я заберу эндер-сундучки, потому что они нам будут нужны. Я забираю не тем, чем надо. Я сломал один эндер-сундук, потому что я не киркой, но шелковое касание его забрал. Вот так, ага. Ты, конечно, молодец. А мы что, переезжаем, что ли, с тобой, или что? Ну ты топор-то в руку возьми, господи мать. А, да, а я ещё думала, чем это книги ломать. Колокольчик. Так, забираем. Сюда заходим. Здесь же вроде ничего такого полезного у нас нет. Вот это заберём. Ага, на втором этаже. Флаги мне оставлять или забирать, как думаешь? Я не знаю, забирая. Куда мы вообще всё это понесём сейчас? Да какая разница, куда мы это всё понесём? Главное то, что время пришло. А если время пришло, ну, можно поставить примерно один вот сюда. Потом поставим куда-то один вот сюда. Нужно вот сюда ещё один поставить. И наверх заберёмся. Где-то вот здесь ещё один вот так поставим. Ага. Ты, главное, Кать, подальше отойди. И уши заходи. А зачем ТНТ-то ты поставил? Ты что, совсем, что ли, с ума сошёл? Да-да-да, вот так. Немножко подпрыг. Это же шутка, это шутка. Да, пердутка, шутка. Вот так вот так вот. Нет! Да, что творишь? Главное, всем, что ли, кокнулся? Главное, самому не кокнуться. Чебурак? Баба Чебурака? Всё, время пришло. Пора в дурку его сдавать. Да какую дурку, Катя? Ты это самое. Ты вот-вот-вот скажи, ты комментарии совершенно как бы не читаешь, да? Да я читаю всё, но там не было такого, что «Я сейчас со мной, Катя, взорвите к чертям собачьим ваш корабль». Ну да, как бы там таких комментариев не было, зато там были, Катя, немножко другие комментарии. Например, вот такие... Сейчас, подожди, уйди с корабля, 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 уйди с корабля. Там были такие комментарии, что, мол, Эдисон и Катя, вы же помните, с чего начался ваш сезон выживания? С корабля. Да, потому что это наш первый дом, на котором мы прожили, наверное, серии 100 где-то. Поэтому, подписчики... Хватит, хватит, хватит. Подписчики... Вот, вот так уже нормально. Подписчики буквально под каждой серией в комментариях пишут, что, мол, Эдисон и Катя, когда вы, наконец-то, отремонтируете ваш корабль, который, кстати, на ремонте всё это время находился именно из-за Кати. Так это самое, что его там починить-то? Пять блоков поставил туда, пять сюда и всё. Вот ещё хуже сделал, чем я. Все же, наверное, должны помнить ту самую серию, когда Катя не заметила то, что сзади неё находится Крипер и разнесла к чёртовой бабушке весь наш корабль. Именно из-за Кати мы закрыли этот корабль на ремонт. И я так решил, Катя, то, что... Время пришло. Пришло время, наконец-то, нормально его отреставрировать и вот довести до человеческого вида. Ха-а-а, ты-ты-ты... Ты сейчас хочешь, что ли, целый новый корабль построить? Зачем так всё усложнять-то надо было? Можно было этот починить. Вон, унитаз мой, кстати, унитаз ты только не ломай, хорошо? Ну тогда иди забирай свой унитаз. Нет, я не хочу полностью новый корабль строить. Я хочу просто этот перестроить и довести его до нормального человеческого вида. Как он должен был быть с самого начала? Не, ну идея-то, конечно, очень прикольная. Но вот унитаз надо забрать, унитаз это святое. Вот забирай унитаз, сгоняй на склад за еловыми брёвнами, еловыми люками, еловыми досками, еловыми ступеньками, еловыми плитами и всем еловым в этой жизни. И начинаем, Катюха, с тобой пересройку. А можно я тебе просто ёлку пронесу и ты сам там разберёшься, что тебе надо? Ты хоть чё мне уже принеси, главное, чтобы оно было еловым, давай. А кровать-то забыла оранжевую, тут Милка раньше спала. Ты чего наделал? Да где наш старый корабль? Это вообще что за печенюшка тут огромная такая? Это называется реконструкция. Я так подумал, то что еловый корабль, ну, вроде как, намного круче должен выглядеть, чем обычный из дуба. Я снёс всё, что здесь было, потому что мы сейчас заново его будем заполнять. Здесь у нас будет сверху огромная мачта. А вот там, где раньше была наша с тобой спальная комната, как бы она там и будет, но не на верхнем этаже, а на нижнем, вот здесь, снизу. И как ты видишь, ощущение то, что корабль вроде как будто в два раза больше стал, не? Но размеры те же самые, мы просто кишки убрали из него, и вот он так начал выглядеть. Не, ну это, конечно, очень круто, но я понимаю, на что он похож, не на печенюшку, а на шоколадную вафельку. Ты меня тут ещё дубовые плиты попросил взять, а куда их пиндюлить-то, а? Можешь хотя бы рассказать? Ты, надеюсь, и плиты взяла, и доски взяла, и ступеньки взяла, да, как я просил? Да я весь набор ёлки взяла, и дубов, и... Да не ёлки, а дубов, сейчас нам нужны дубы, то есть вот корабль у нас будет еловый, но пол у нас будет дубовый. Иди сюда. Всё взяла, всё взяла. Короче, бери плиты и начинай застраивать здесь пол, только на верхний уровень, а на нижний уровень, поняла? Вот так? Да, вот так, молодец. Во, во, пошла жара по трубам, поехала, давай! Так, только не торопи меня, пожалуйста, не торопи. В центре, дырку, дырку в центре оставь, вот там дырку. Так, ну это ты потом сделаешь, это надо топор доставать, у меня его нет. Так, а сейчас мне выкинь дубовые доски и дубовые ступеньки, я пойду делать вот там кое-что спереди, давай, ага. А ты продолжай застраивать пол, давай. А я начну делать всё вот здесь, всю эту дырку, которую мы с тобой сделали, Катя, надо заново застрой. Сюда еловый люк, сюда еловый люк и вот сюда. Сейчас спускаемся, вешаем сюда цепь и на цепь фонарь. Ну, немножко так украшение для нашего корабля. Ну, красота же, ну красота, он черепашково светло будет, нормально. Сколько говоришь там, пять или четыре? Так, это два, три, пять, четыре. И вот последний. А всё, 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 стоп, 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 стоп. Стою. С одной стороны аккуратно еловый забор вот здесь, вот сюда поставила. Вот сюда? Со стороны, вот, да, да, молодец, давай. Со стороны, а не наверх. Вот так. Со стороны, господи, сторона находится вот под тобой, где ты стоишь, вот. Вот, ни снизу, ни сверху, вот, сторона. Ааа, сторона, и с этой стороны, да? Да, и с этой стороны тоже самое, давай. Ёперный в рот. Я поставила. Выкиди мне люки, плиты и калитки прямо сейчас, пожалуйста. Я бы, я бы... Калитка? Я бы, я быстрее рожу, нежели ты построишь то, что я тебя прошу. Ага, вот сюда одну калитку и сюда одну калитку. Всё, дальше дело для мужика, не мешай женщина, хорошо? Ну вот и сразу бы так и начал, я пойду отдохнуть и пахну, вот. Полублок сюда, сюда и сюда. И потом всё это закрываем люками с двух сторон. Вот так. Ещё сюда. Снизу один и сюда снизу тоже один. И если сейчас отойти, посмотреть... Ну, смотри, реально, хоть ещё пока вообще нифига не понятно, что получается. Просто то красиво. Ну, я вообще не спорю, красиво. А что это? Ну, типа, где паруса хранятся. Мачта? Ну, мачта это вот эта мачта, это паруса. Парусник. Ну, один из трёх парусов, тут ещё такие же, ещё две будут. А, ну всё понятно тогда, ну строй дальше, уже темнеет, строй давай. Так ты иди сюда и помогай, здесь нужно сделать то же самое, только 7 блоков в высоту. А здесь нужно сделать то же самое, только примерно 13 блоков в высоту. Давай, мать, за работу! Так ты мне блоки-то кидай и сделаем всё. На! Ага, 13, да? Ну вот. Ну, это уже хоть как-то более-менее похоже на корабль, да? Согласись же? Неплохо, неплохо. Ну, как бы, да. Выживание уже почти 200 серий, мы только сейчас с тобой соизволили нормальный корабль этот построить. А ты вниз туда-то спустись, вот сюда вниз спускайся и смотри, сколько здесь места будет. И я вот тебе сейчас дам ответственное задание. Я пойду наверх и продолжу строить вот всё здесь, потому что здесь у нас ещё будет такой небольшой, но всё же второй этаж. А ты, мать, отойди туда. А ты отвечаешь за интерьер, поэтому сейчас домой кровать скрафтить, верстаки скрафтить, печки скрафтить, горшочки с цветами сделать. Вот это коврики, шмоврики и всё, что только хочешь. И твоя задача заполнить весь вот этот нижний этаж. Вот так, как только захочешь. Но это же по моей части. Ни слова больше я пошла на склад, меня не отвлекать. Никаких ковриков, никаких вот этих вот верстаков и всяких коптилен здесь не будет. Здесь будет такой интерьер, который ты ещё никогда в жизни не видел, понял? Я тут такое устрою, мы на конкурсе каком-нибудь первое место займём по дизайну, понял? Всё, я пошла. В каком конкурсе по дизайну? Не знаю, найдём какой-нибудь в интернетах, я запишусь. Ладно, я пока тогда продолжу второй этаж строить. Вот второй этаж у нас, в принципе, вот здесь уже тогда и будет заканчиваться. Берём полублоки и начинаем всё вот так красиво засраивать. Ну, красота же, красота! Еловые люки вот сюда. Раз, два, три, четыре. И так оп сюда. С этой стороны тоже. Раз, два, три, четыре. Дубовый люк сюда, дубовый люк сюда. И не спрашивай меня. Так будет здесь всегда, ясно? Вот этот мостик, который здесь был раньше, мы его снесли к чёртовой бабушке. Сейчас строим новый. Ты же понимаешь, зачем это? Это тогда, когда ты меня будешь злить, я тебя в океан к акулам буду скидывать. Вот и к этим злым Ярикам, сухопуткам. У нас акулы не водятся, чё ты обманываешь? Это для того, чтобы мы на лодочке с тобой садились и уплывали куда-то. По центру ставим две пурпурные кроватки. По бокам прикроватные тумбочки. Это обязательно. Самое главное в спальне. Кортина посередине. Небольшие тумбочки. Вот здесь и здесь. Также с этой стороны. Тут. Тут. Неплохо, мне нравится. Продолжай. Ну и, конечно же, источник вот этих вот всяких вредных веществ, полезных веществ кислорода и водорода, бамбук и лук-батун. Для красоты. Ну, спальня мечты просто, слушай, мне кажется, мы скоро забудем про этот свой вот этот ютуберский дом и обратно сюда переедем, слушай, неплохо. Эх, ностальгия. Ведь реально мы только здесь и ночевали. Каждый день. А вот я тебе как раз таки сейчас и предлагаю переспать, потому что сейчас опять вот эти сраные фантомы налетят, опять там всю ночь испортят. Давай, запинюхивайся. Хорошая идея, мы не спали уже, наверное, дней десять где-то. Бочка, бочка, бочка. Печка, печка. Накавальня. Рамка, рамка, рамка. Хоть ты и сказала то, что печек у нас на корабле не будет, но как мы еду будем пережаривать? Мы же с тобой рыбаки. Ой, ну я вот думала, мы с тобой будем сюда приходить отдыхать здесь, валяться, спать. А ты опять за свою всяких печек понаставлял. Вот здесь мы с тобой будем хранить бухлишко медовое. Здесь мы с тобой будем хранить всякие фруктики, вот эти овощи. А по центру что мы с тобой хранить будем? Топор. Ну вот инструменты, инструменты будем хранить тоже неплохо. И тут, кстати, мы еще построили чародейскую комнату. Все уютненько, все минималистично и все смотрится очень даже хорошо. Так, ну все, пошли на второй этаж. А теперь изюминка. И сюда ставим верстачок. Два костра по бокам, сразу их потушим, чтобы тут мы попки свои не подпалили. Горшок на верстак. И мой любимый красный тюльпан. Бирку заделываем стеклом. Готово. А что готово? Шо-шо готово, это место для свидания, иди садись давай. А-а-а, ты смотри, как умно ты сделала. Ты типа, ты типа стол использовала, верстак использовала как стол получается. Два в одном, два в одном. Если надо, сразу лопату тебе скрафтила, чтобы по башке тебе ударить. И можно вот как стол использовать, покушать. А по башке-то мне за что ударить? Ну вот когда я тебя злю, ты мне как улом скидываешь. Когда ты меня злющай, тебе лопатой буду по башке бить. Справедливо, пошли. Ну пожалуйста, ну давай мы его оставим тут, а? Ну он так хорошо стоял прям. Ну пожалуйста, ну давай оставим, но я тебя прошу. Пожалуйста. Пожалуйста. Я не смогу без него жить. Ты же понимаешь, что он сюда совершенно не вписывается. Это была фишка старого корабля. А на новом корабле совершенно другая фишка будет. Ну нет, ну вот я подхожу к нему, поворачиваю голову. Его прям не хватает. Ну настолько он здесь уже прям нужная вещь. Это вот ты сюда не вписываешься, а он вписывается. Ладно, хорошо. Сейчас, просто, просто сейчас попробуем. Просто сейчас посмотрим, как он будет выглядеть. Давай, обсидиан, давай выбрасывай прям сейчас. На, давай, давай, скорей. Ну я тебе отвечаю, он будет смотреться здесь. Ну ты понимаешь, что он будет здесь намного больше. Потому что нужно, чтобы он по центру стоял. Я сомневаюсь, что обсидиана тогда хватит. Вот, вот, и, 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 ну вот не хватило. Иди опять за обсидианом. Ну ничего страшного, я схожу сейчас. Надо было сразу больше брать. Ничего страшного у нас еще есть. Так. Я говорю, фигня. Ну не, не нужный. Совершенно не, еще и маленький получается. Ой, Катя, Катя, со своими порталами. А из плачущего обсидиана можно сделать портал? Нет, только из обычного. Ну вот смотри. А? Ну аж сразу ностальгии повеяло. Я говорю, надо оставить. И еще флаги мы сюда повесим. Злых жориков, чтобы они охраняли нас. А? И опять вот эти вот... Вот эти звуки. А мы будем спускаться вот сюда. Ага. И вот здесь будем спать. И будем слушать вот эти звуки. Вот это. Да нету 10 этих звуков, прислушайся. Все нормально. Так мы же в ад даже уже с тобой толком не ходим. Я тебе говорю, он бесполезный здесь. Бесполезный. Так это отличный повод сходить в ад. Пойдем. Зачем? А я тебе кое-что покажу. А что ты мне покажешь? Что ты мне покажешь? Кать! Господи, вот так всю жизнь. Вот занимаешься одним делом. Она интригует тебя, говорит, что-то она мне покажет. Вот ты и бросаешь свое любимое дело и идешь в ад. Ладно, пойдем посмотрим, что она мне покажет. Надеюсь, что-то интересное. И... И что ты хотела показать? А давай. Переспим. Вот ты че, ненормальная что ли? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова